Для меня было потрясением, было мне где-то три с половиной года, было потрясением первое посещение театра, самое первое, абсолютно самое первое. И был это театр кукол-марионеток, который сейчас называется театр имени Демини, на углу Невского и Садовой. Отчетливо помню, что вход был с Садовой, и чтобы добраться до театра, надо было подниматься по лестнице, похожей на обычные лестницы в старых домах. И помню спектакль, который был, это был «Булливер в стране лилипутов», после чего я потребовал эту книгу и захотел просто узнать, что это такое. Потрясение было от того, что вот эти куклы были восприняты мною абсолютно как живые, участники этой жизни. И до сих пор я с восхищением смотрю на вот эти выкладки, выставки, такие почти музейные, кукол-марионеток в театре, теперь вход с Невского в театре Демини. Это было действительно какое-то потрясение. Потрясение во всем, начиная от того, что это был первый гардероб, когда куда-то нужно было сдать мою шубку. Это было зимнее посещение, отчетливо помню, поэтому я был закутан изрядно. Зимы были холоднее, чем сейчас. Нас кутали и ходили мы и в вагоночках, и в шубках, и в шапках Михайловых, которые такие дурацкие, летчицкие, как я их потом называл. И запах, который источал этот театр. Этот театр пах нафталином, потому что все куклы были одеты в хорошие натуральные ткани, в основном шерстяные, поэтому их надо было хранить. А других способов не было борьбы с молью. А моль – это страшное совершенно бедствие для любого гардероба театрального. Это я потом уже понял. И, конечно, совершенно физическое какое-то ощущение начала спектакля. Потом я это очень долго чувствовал, даже когда уже сам стал актером, когда происходит вот этот вдох к началу, и свет начинает уходить из зала. Это потом я узнал, что это реостат, что это не выключатель, который делает вот так, а в театре уже тогда был реостат. И вот этот уход света – мурашки, мурашки по спине. И потом я это испытывал как зритель многократно. А потом это чуть-чуть осталось даже еще и в моей профессиональной жизни, когда ты стоишь за занавесом, и он должен подняться, а ты начинаешь вот уже стоя на сцене. Мурашки бегут от того, что свет уходит и на сцене за занавесом, и в зале. Вот это потрясение, действительно потрясение.